Привет! Это видео будет очень, очень, очень интересно жителям Белгорода. Дело в том, что Маргарита Симоньян, которая последнее время молчит, и я бы даже сказал, она как-то залегла на дно, написала интересный пост. Она проинформировала жителей Белгорода и другого пригранища о том, что они с Тиграном, это ее муж, они занимаются переселением жителей в Москву. Ну, наверное, в свои московские хоромы. Что она написала? «Всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, то мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание». Значит, тут важно сконцентрироваться на слове «упыри». У них есть такой дрон, он так и называется «упырь», и назван он в честь Владимира Путина. Так вот, Маргарита Симоньян тут снабдила это объявление очень тревожное для нас в теории. Да, информация о том, что Киев улетит за Белгород прямо сейчас, и вот якобы прилетело. Что имеется в виду? Вчера мы действительно нанесли удар по городу Белгороду, у них там трупы, десятки раненых, и вся вот эта вот фашистская общественность, она возмущается и кричит, что типа «ага, значит, не забудем, не простим» и всякое такое. И это делают все те же люди, которые буквально за несколько часов до событий в Белгороде хвастались и радовались тем, что российская авиабомба попала в 12-этажный дом в городе Харькове. И знаете, что я вам хочу сказать, что на самом-то деле никто об этом вслух очевидно не сказал, а я скажу, у нас не будет анонсов, мы не будем говорить, что это за Харьков или еще что-то, мы просто будем нажимать на спусковой крючок, и ракеты полетели. Вот так это будет происходить, и каждому жителю Белгорода, который хочет переехать к Маргарите Симоньян, нужно торопиться, особенно женщинам. Почему? Потому что Маргарита известная модница, ходит слух, что за ней одежду даже донашивает Мария Захарова. Так вот, пора переезжать к Маргарите Симоньян. Ну и конечно же, ни в коем случае, жители Белгорода, не надо писать вот эти вот глупости, что ой, как классно, что попали в дом в Харькове, прилетела авиабомба, наши мальчики, они так хорошо бомбят, ну и там всякие эпитеты использовать в адрес украинцев. Дело в том, что мы же, как сказать слово, обижаемся, да тут столько крови и горя, что вопрос стоит исключительно в одной плоскости. Как сделать так, чтобы, да, вся Белгородская область переехала к Маргарите Симоньян? Ну и тут очень важненько подчеркнуть, что переезжать же будет не только Белгородская область. Значит, у нас тут в социальных сетях и в связи с ситуациями на фронте много кипиша, и масса вопросов, они обоснованы, значит, мы на Покровском направлении отошли. Есть мнение, что могли этого не делать, но критиковать всегда легко. С другой стороны, мы, как граждане, имеем право требовать от военного и политического руководства адекватных военных решений. И, короче, зная расклады у нас внутри, это же все-таки Украина, здесь работает копниковая демократия, как бы это не звучало, но факт остается фактом, я вот убежден, ну, по крайней мере, точно надеюсь, что соответствующие решения по Покровску будут приняты. И в конечном счете, все российские оккупанты отправятся туда, где ими место. Это ад, ну, или пекло. Так вот, пекло, оно будет в некоторых еще других местах. Значит, Симоньян должна вот уже прямо сейчас описать, что она приглашает к себе и жителей Курской области. Единственное, что мне кажется, вот она почему-то решила не уточнять, потому что она сказала, что беспилотники прилетели в Киев. Ну, с беспилотниками тут штука такая. Иногда они долетают по Киеву в меньшей степени. Все-таки это столица, политический, военный, экономический центр. Тут больше всего живет людей, соответственно, тут мощнейшие комплексы ПВО. Хотя тоже бывают правтыки, и мы все эти случаи прекрасно знаем. И ракеты иногда прилетают, и не только они. Так вот, сейчас, пока Симоньян приглашала к себе домой жителей Белгорода, она вот написала о том, что летят шахеды в Киев. Так вот, этот раз получилась интересная штука. Значит, в результате борьбы с этими шахедами 24 ударных БПЛА, они просто упали, потеряны локационно, но, значит, упали и разбились, и взорвались. Два беспилотника полетело в направлении России, наверное, искать место жительства Маргариты Симоньян, и один по традиции улетел в Республику Беларусь. Что это было? Или это действия наших комплексов РЭП по этим шахедам? Или иранцы где-то натерли салом несколько микросхем, и вот закончилось тем, чем закончилось, пока неизвестно. Но рано или поздно эта история будет понятна. Так вот, давайте оттолкнемся от поста Маргариты Симоньян. И, да, Курск и Белгород переезжают в Москву. Адрес вы сможете узнать непосредственно у Маргариты. Почему я говорю о Курске и о Белгороде? Потому что, знаете, мы все-таки войну должны рассматривать в комплексе. И атаки на территорию Украины, и происходящее. Если бы мы были россиянами, слава богу, что мы украинцы, мы бы назвали бы это новыми территориями. Но мы, конечно же, так это делать не будем. Почему? Потому что Курская область, это один из участков линии фронта, там точно так же тяжело воевать, как и везде. Там точно так же падают кабы. И точно так же нам нужно изолировать район обороны. То есть, плацдарм там занят. И с этого плацдарма люди переезжают, соответственно, к Маргарите Симоньян. Или переезжают, а некоторые переплывают. Почему? Потому что очередная попытка навести паромную переправу, она не удалась. И народный корреспондент на службе главного управления разведки докладывает. Сегодня ночью, по-моему, расстреляны. Хотя в любом случае жертвы есть, но молчат. У нас все под контролем. Говорят так. Такое впечатление, что не все верят в Владимира Путина. И, кстати, Курская операция, она повлияла на убежденность на российское вот этого населения. Что, возможно, царь того. Ее, ну, в общем, не очень умный. И, да, приятно смотреть на сожженную колонну. Хотя это не колонна. Это мы так любим называть, что это колонны. Скорее всего, группа инженеров, которые должны были навести понтонный мост. Но прилетело что? Кара небесная. Некоторые называют это американской демократией. Ну, кто его знает? Там и дроны Стерненко это добивали. Спельноты Стерненко. Но главный удар все-таки от старшего командира. Это званая. Лыжковский ранен. Можно идти и побыстрее, конечно же, да. Так, мухи прилетели. Значит, точно там кого-то мы отправили на концерт Кобзона. Значит, история с этой курской операцией, она прикольна чем? Что с одной стороны, вот масса мы слышим таких заявлений, особенно в западной прессе, они в данном случае еще те авторитеты, что никто не знал, что мы делаем, зачем мы это делаем и так далее, и так далее. Но на болотах по этому поводу есть разное мнение. Ну, например, что Курск это надолго. То, что я увидел, я сделал такой вывод, возможно, ошибочный, но тем не менее, что противника до конца, соответственно, войны мы с Курской области не выкурим. Просто не выкурим. То есть, это все останется у нас до конца войны. Вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник, опять же, уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках, в определенных он упирается, но в основном уклоняется. И если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес. А в лесу его там хрен найдешь. Ну, они рассыпаются, они... Очень сложное мероприятие их там поймать. Вот, тем более, что если там глубоко пойти, можно... Если пехотой пойти, то, не знаю, на мины можно налететь. А техника или как-то еще, то там тоже есть противодействие. Можно потерять очень много сил. В данном случае главный результат. Курские леса, за ним Брянские, Смоленские леса. Ой, перспектива просто прекрасная. Для того, чтобы что делать правильно? Переносить войну на российскую территорию. Чтобы они своими кабами, фабами бомбили хоккейные площадки, которые были построены за деньги Газпрома. То есть, наносить удары по российской территории. Это, мне кажется, понятно, очевидно. И тут единственное, знаете что? Вот Путину все-таки в некотором роде с населением повезло. Что я имею в виду? Вот вышел недавно, я вчера увидел опрос Левады Центр. Так вот, чтобы вы понимали, значит, вот этим вот фанатикам фраз русские своих не бросают. Так вот, опрос показывает, что 50% российского населения, не народа, а населения. Ну, вы понимаете разницу. Им вообще все равно на Курскую область. Им по боку. И да, Путин, конечно же, может сделать вид, что никогда этой Курской области и не было. Вот опрос. Знаете ли вы о недавней атаке вооруженных сил Украины на Курскую область? Значит, впервые слышат об этом 6% россиян. Это святые люди. Они политикой не интересуются. Еще 43% отметили, что что-то слышали, но не в деталях. Как вам такое? Не в деталях. Ну, ладно, что ж, пусть будет так. А Курская область некоторым все же болит. Воинский союз «Паладин» готов начать формирование на своей базе ударно-истребительных отрядов и частей для использования их в Курской области. И далее до Закарпатья. Или до Урала. Это новая версия Пригожина, который тут рассказывает, как нужно воевать. Чувак, лысый, с сединой. Рассказывает, что Герасимова пора отправить на мыло. Ну, думаю, что никто не поддержит вот этот вот посыл. Это ж они собрались до Закарпатья. А на самом-то деле все же знают, что пойдут они на Москву. Почему? Потому что зло именно там. Мы требуем Минобороны предоставить нам такую возможность. Мы также требуем немедленного ареста на штабы Герасимова. Отстранение и расследование деятельности высших командиров, которые отвечали за военные действия на территории Украины. Пропустить вторжение такого масштаба невозможно. А если враг сумел войти на нашу территорию и закрепиться хотя бы на одном квадратном метре нашей земли, значит это непростительно. Так же, как и прочие эпические падения этой кампании. Здесь очень важно, что в российском информационном пространстве, чем дальше продолжается полномасштабное вторжение и план Киев за три дня, тем больше звучат тревожных таких вот сигнальчиков. И в конечном счете эти все сигнальчики, они будут направлены куда? Непосредственно на президента Российской Федерации. И только ради этого, как мне кажется, нужно было бы, ну, это один из аспектов, начать Курскую операцию. Ну и, подождите, если воевать, то лучше в Курской области, чем в Сумской. Ну, тут, мне кажется, это вполне очевидно. Но, кстати, вот эта система ответственности, она у нас точно такая же. Вот сколько бы там Марьяна Безуглая не скакала и не рассказывала о том, что все пропало, что плохие генералы. Нет, 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 это так не работает. Почему? Потому что генералов назначают президент Украины. Это я о том, что когда кто-то в разгар боевых действий пытается перенести ответственность, то все равно эта ответственность, она переносится в главный кабинет. И это правило универсально. Касается и нас, и их. И вот, внимание, тут вот как-то запахло какими-то странными, странными, но, как бы это сказать-то, нотками, да, что Russian царь это облажался. Если кто-то скажет, вот, а ты не смотришь, что у нас происходит под Покровском, то я скажу, во-первых, мы об этом сказали уже, мы уже об этом говорили и в предыдущем видео. Во-вторых, знаете, в чем главное отличие нас от них? При всех наших проблемах, идиотизме, неорганизованности и преступном идиотизме, это все очень рядышком, у нас все равно нет другого выхода, чтобы требовать адекватных решений и бороться. Потому что мы боремся за что? За свое выживание. А там, на болотах, немножко мотивация другая. Ну, бабки, путинское величие, вот, чтобы они там добились вот этого положения дела, чтобы все их боялись, и никто над ними не насмехался. А получается-то наоборот. Враг находится на нашей территории уже многие-многие дни. Причем никаких укрепленных линий, в отличие от предыдущего театра войны, и их действий не существует, и его никак не могут выбить. Это тоже совершенно непростительно, непонятно и абсурдно. Да, как он формулирует слова? Сразу понятно, что этот чувак не собирается на Запад. Он пойдет на Москву. Чувствую просто, чувствую потенциал. Хотя, конечно, повторить Евгении Викторовича едва ли удастся. Так вот, россиян понемножечку готовят к тому, что пора прощаться. Нет, не с Путиным. Это было бы предпочтительнее, но нет. А с Курской областью. Да, именно так. Субъективно из этого всего я сделал вывод, что вот эти качели у нас останутся до конца войны. Опять же, повторюсь, ЛБС, ну, те текущие позиции, занятые противником и нашими силами, они сильно особенно меняться не будут. Могут быть какие-то ситуативные качели туда-сюда-обратно, соответственно, 5-10 максимум километров. Постоянно будет слышаться с обоих сторон, что вот взяли тот населенник, сдали тот населенник туда-сюда-обратно. Одни и те же населенники будут переходить туда-сюда. Но ситуация будет вот такая. Ситуация будет вот такая до тех пор, пока противник будет качать силы свои на этот участок. А он будет качать. Почему? Потому что, ну, для противника, наверное, лучше, если он воюет на нашей территории. Удобнее, не лучше. Для него удобнее, если он воюет на нашей территории, чем он будет воевать на своей территории в Сумской области. Поэтому он, я думаю, здесь упрется хорошо. Вот, и мы будем упремся, но без видимых каких-то изменений глобальных. То есть, если у кого-то есть возражение, что если вот пришлось воевать, то лучше на российской территории, чем на своей, то пишите об этом в комментариях и в любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал. Так вот, в целом, на фоне происходящего на фронтах, на всех, и на российской территории, и на многострадальной украинской земле, там тональность изменилась, понимаете? Это вот важно. Понимаете, в стране, в которой главная вот эта вот скрепа, это помереть за Путина на войне, и за деньги, не бесплатно, когда начинают продавливать такие тезисы, это не к добру. Вот правда. Нет. Какое-то время они потерпят, а потом все равно будут изменения. Будут. Предполагаем, что украинские ВСУ получат оружие, с помощью которого они могут подвергать обстрелам, допустим, Москву. Телевизионный комплекс Останкино в то время, когда тут выступает Максим Анатольевич Юсин в программе «Место встречи». Мы говорим американцам, мы, в общем, в принципе, понимаем, что вы уже готовы им такое разрешение дать. Значит, ребят, не надо давать такого разрешения. Надо. И, если честно, ну, давайте вот серьезно. У них сейчас главная дискуссия, где начинается глубина России. Ну, лупят западным оружием, в том числе, а бомбами по российской территории. Ну, в Курской части, в частности, области, в Белгородской области. Вопрос, будут ли полеты на Москву? Будут. Ну, полетит туда не американское оружие, а ракеты, о которых мы уже говорили. Которые просто настолько как-то заставили восхититься россиян украинским оружием, что, да, они даже официально попросили в эфире российского ТВ Москву не бомбить. Но мы не послушаемся. Полетят и ракеты, и дроны, ну, и, конечно же, их любимый дрон-каравай. Или дрон-хлеб. Оригинальное название – дрон-полинетя. Следующая версия – дрон-шибенетя. Для героев этого видео. В том числе, те, которые играют роль недолибералов. Потому что тогда мы, тогда мы что? Ну, примерно так, я думаю, проходят разговоры. Только, конечно, имеется в виду не Максим Анатольевич, а гораздо более ценные... Да ладно, ладно, вы не прибедняйтесь. Но Андрей Владимирович, вы, Федоров, одна из самых раздражающих наших зрителей фигур в нашей программе, это же вы тоже. Вообще эти дискуссии на тему эскалации, нет эскалации, или пусть будет эскалация, но маленькая, они отвратительны, потому что они долго ведутся, и от этого увеличивается наше кладбище. Это правда. С другой стороны, есть вторая часть этого вопроса, что дискуссии всегда заканчиваются в пользу Украины. Ну, то есть, если начали говорить, лупить по Москве или нет, то на каком-то этапе говорят, ну ладно, лупите по Москве. А россияне, они такие, что сглатывают. Ну и потом, после Курской и Белгородской области к Маргарите Симонян переедут и другие российские регионы. Напишите в комментариях, какие вы предпочитаете туда отправить. Я думаю, что Воронежская область, Масхев, это обязательно. Что еще? Тульская область, ну и Московская область тоже. Многие мечтают переехать в Нерезиновск. Ну, это самое чудесное заявление от Борреля. Мы не хотим воевать с Россией, но хотим разрешить Украине бить вглубь России. Ну, вот так вот мы хотим. Но я думаю, что смехотворно говорить, что разрешение носить удары внутри России означает, что мы находимся в состоянии войны с Москвой. Мы не воюем с Москвой. Это просто смешно. Мы поддерживаем Украину. И на Украину нападают с российской территории. Согласно международному праву, она может реагировать, атакуя места, откуда на нее нападают. В этом нет ничего странного. В Белгороде и в Курске нас с этой аксиомой уже знакомы. И опять же, никто не спорит. Тут любопытно, что что-то подобное, кроме Борреля, еще заявил Столтенберг. Он тоже говорит, что ребята, ну, если вы пришли в соседнюю страну с войной, то потом не надо ныть, что прилетает к вам и заходят армии других государств на вашу территорию и намекают, россияне, вы можете это прекратить. Вот правда, в любой момент вывод российского фашистского вот этого войска с территории Украины и все. И гляди, гляди, Легов, где генерал-боярышник хотел оставить свою тещу солдатам ВСУ, будет спать спокойно. Наверное, надо Боррелю каким-нибудь образом объяснить, что это совершенно не смехотворно и все это максимально серьезно. Когда и если вы разрешите бить вглубь России, то ответ прилетит и вам, в том числе. Ольга, кажется, опять угрожает, но как-то в этот ответ никто особо не верит. Ни мы не верим, ни российское население. Хотя было бы прикольно посмотреть, как бы они это сделали. Тогда гляди, гляди, и все эти ребята, которые долго были на этой поляне, нет эскалации, скажут, ну блин, тут придется что-то с этим делать. Что делать? Мое мнение, усыпить Владимира Путина вечным сном. Можно даже положить его рядышком, к еще одному Владимиру, который, по его мнению, выдумал Украину. Пусть дискутируют там, в загробном жизни, и не мешают жить людям. Как это ни странно, реализация этого сценария, она в интересах всех, в том числе россиян, которые не интересуются политикой. Или интересуются, это уже не важно. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. До побачення. Субтитры делал DimaTorzok